урок проповедь на воскресенье 8 октября 2023 года тема является ли грех болезни смерть реальности золотой текст псалтырь свет мой господь и спасение моё к им кого мне бояться крепость моя господь кого мне страшиться ответное чтение и сая господь мое спасение в него я верю ничто не страшно мне меня господь спасает он моя сила и пою я песнь хвалы ему в ручье спасения зачерпни воды и счастье обретешь в тот день ты скажешь чти господа и поклоняйся ему возвести народа моего деяниях пой господу хвалу пусть его деяниях великих мире все узнают народ сиона веселись и пой святой израиля с тобой будь этим счастлив ты господи мир даруешь всем кто от тебя зависит и уповает на тебя всегда надейся на господа ибо в господе наша сила вечное наше спасение урок проповедь из библии 90 псалм живущие в обители всевышнего те кто во всемогущего тени живут скажут господу господь мое спасение и крепость я ему доверюсь от смертельных поветрий и ловушек врагов он избавит он тебя осенит и укроет своими крылами его истина будет тебе словно щит не устрашат ночные ужасы тебя не убоишься днем стрелы летящий поветрия ночные или болезни полдневные тебя не устрашат ты сделал господа прибежищем своим всевышнего ты сделал обиталищем своим поэтому вред не коснется никакой тебя несчастья даже близко не подойдут к тебе он ангелом своим велит смотреть и защищать тебя на всех твоих путях господь промолвит сохраню его за искренность его любви за поклонение мне на каждый зов его отвечу не брошу в дни беды спасу и честь воздам жизнь долго ему дарую и дам ему спасение мое и сая мне поможет господь и все плохое мне не принесет вреда я буду сильным я знаю что не разочаруюсь кто почитает господа тот слушает его слугу слуга его живет с верой в бога не ведаю что случится поскольку он истинно верит в имя господне и от него зависит во всем кремлянам свидетель мне бог которому служуя всем сердцем своим неся всем благовествование о сыне его ибо я не стыжусь провозглашать господне благовествование потому что в нем власть божия спасти всякого кто верует воскресенье когда мы собрались вместе чтобы совершить вечернюю господню павел беседовал с нами намереваясь отплыть на следующий день он говорил до полуночи в комнате наверху где мы собрались было много светильников павел все продолжал проповеди юноша по имени евтих сидевший на окне понемногу стал засыпать в конце концов сон одолел его и он упал из окна третьего этажа когда подняли его был он мертв павел спустился вниз припал к нему и обняв сказал не печальтесь ибо он ожил поднявшись наверх он разделил хлеб и поел еще долго говорил с ними до самого рассвета а затем ушел между тем они привели юношу домой живым и полностью утешились было решено что мы поплывем в италию оттуда мы вышли в море и поплыли на юг от кипра и вошли против ветра корабль попал в бурю не мог идти против ветра мы отдались на волю ветра нас бросала в разные стороны ни солнце ни звезды не появлялись в течение многих дней а буря продолжала свирепствовать всякая надежда на наше спасение окончательно исчезла уже давно никто ничего не ел тогда павел встал и сказал люди надо было вам послушаться моего совета и не отплывать скрита тогда не было бы нет этих бедствий не потерь но теперь я призываю вас не падать духом потому что никто из вас не погибнет только корабль сгинет ибо прошлой ночью явился мне ангел от бога которому я принадлежу и которому служу и сказал не бойся павел ты должен предстать перед кесарем и бог дает тебе обещание что все плывущие с тобой будут невредимы поэтому не падайте духом друзья ибо я верю в бога и в то что все случится так как мне было сказано нас должно выбросить на какой-нибудь остров все преободрились и тоже поели всего же было на корабле двести семьдесят шесть человек солдаты решили было убить узников чтобы они один не мог уплыть и скрыться но центурион желая спасти жизнь павлу удержал их от этого он приказал тем кто умел плавать первыми прыгать с корабля и добираться до суши так все благополучно добрались до берега и никто не утонул очутившись на берегу в безопасности мы узнали что остров называется мелитой местные жители проявили к нам необычайную доброту пошел дождь и стало холодно и тогда они разложили костер и пригласили нас к огню павел набрал охапку хвороста и когда он бросал его в огонь выползла спасаясь от жара змея и впилась ему в руку увидев висящую на его руке змею местные жители сказали друг другу этот человек несомненно убийца ибо хотя он и не погиб в море справедливость не позволила ему остаться в живых но павел страхнул змею в огонь и не почувствовал никакой боли они же ожидали что у него появится опухоль или что он тут же упадет мерзым они долго ждали и наблюдали за палом но с ним ничего не произошло тогда изменил свое мнение они стали говорить что он бог целых два года павел прожил в доме за который платил сам и принимал всех кто приходил повидать его он провозглашал царство божие и проповедал учение о господи иисусе христе смело и беспрепятственно откровение откровение иисуса христа было дано ему богом чтобы показать его слугам все что должно вскоре произойти и христос оповестил об этом послал ангела к слуге своему иоанну и вот предстала предо мной толпа народу который никто не смог бы пересчитать и был не всякий народ всякое наречие и всякий язык и всякое племя они стояли перед престолом и пред агнесом на них были белые одежды и в руках они держали пальмовые ветви и кричали они спасение богу нашему на престоле сидящему и агнесу аминь хвала и слава мудрость благодарение честь мощь и сила богу нашему во веки веков аминь из учебника целителя наукой здоровья написано целительница и пророком мэри беккер эдди спасение жизнь истинная любовь понятые и манифестированы как то что превыше всего грех болезни смерть уничтожены спасение сейчас теперь восклицает апостол благоприятное время вот теперь день спасения не говоря этим что теперь люди должны готовиться для вас спасения или безопасности в будущем мире но что именно теперь время испытать это спасение в духе и в жизни теперь время для так называемых материальных страданий и материальных наслаждений исчезнуть потому что и те и другие нереальны потому что их существование в науке невозможно чтобы разрушить эти земные чары смертные должны обрести истинную идею и божественный принцип всего что действительно существует и гармонично управляет вселенной эта мысль постигается медленно и период предшествующий ее усвоению сопровождается сомнениями поражения как впрочем и победами листья исцеления библия содержит рецепт для любого исцеления листья дерева для исцеления народов и грех и болезнь исцеляются одним и тем же принципом дерево символизирует божественный принцип человека которому любая опасность по силам и который дарует полное спасение от греха болезни и смерти нравственное движение назад если мы колеблемся подобно маятнику между грехом и надеждой на прощение а эгоизм и чувственность является причиной постоянных отступлений то наше нравственное продвижение будет медленным пробуждаясь к требованиям христа смертные испытывают страдания это заставляет их подобно утопающим напрягать все усилия чтобы спастись и благодаря драгоценной любви христа эти усилия увенчаются успехом ждите награды совершайте свое спасение таково требование жизни любви потому что с этой целью бог содействует вам трудитесь пока я возвращусь ждите свои награды и не унывайте делая добро если несмотря на ваши усилия вы встретитесь с трудностями вселяющими страх и не получите награды то не возвращайтесь в заблуждение и не будьте ленивыми наш путь к небесам автор этой книги первооткрыватель христианской науки чувствовал что путь менее труден когда она мысленно устремлялась к высокой цели всегда имея перед глазами а не когда она считала свои шаги пытаясь достичь ее если цель желанна то ожидание и надежда ускоряет наш прогресс борьба за истину не изнуряет нас а делает более сильными она не утомляет а дает нам отдых если бы верование в смерть было уничтожено и было достигнуто понимание что смерти нет то это стало бы деревом жизни познаваемым по его плодам человек должен с неослабивающей энергией возобновлять свои усилия и видеть глупость лицемерия убеждаясь необходимости совершать свое спасение когда будет понято что болезнь не может пресечь жизнь и что смерть не спасает смертных от греха или болезни то это животворящее понимание приведет к обновлению жизни она победит как желание умереть так и боязнь смерти и уничтожить таким образом великий страх тяготеющий над смертным существованием индивидуальная сущность когда вы говорите тело человека материально я повторяю с апостолом павлом желайте лучше выйти из тела его дворица у господа откажитесь от вашего материального убеждения что разум находится в материи имейте только один разум а именно бога ибо только этот разум формирует свое собственное подобие многое еще нужно сказать и совершить прежде чем все человечество будет спасено и все мысленные микробы греха и все мысли зародыши болезни будут истреблены но вечный факт что жизнь истинная любовь спасает от греха болезни и смерти остается первостепенным ненужная покорность когда появляются первые симптомы болезни подвергайте сомнению показания материальных чувств посредством молитвы в божественной науке пусть ваше высшее чувство справедливости остановит ход развития ошибочных смертных мнений которые вы называете законами и тогда вы не будете заточены в больничной палате и не будете прикованы к постели страданиями до уплаты последнего гроша последнего наказания которого потребует заблуждение согласитесь соперникам твоим скорее пока ты еще на пути с ним не позволяйте никаким претензиям греха или болезни овладевать вашей мыслью отпустите их твердо держась убеждения что они незаконны потому что вы знаете что бог точно также не является творцом болезни как он и не является творцом греха не существует божьего закона который поддерживал бы неизбежность или необходимость греха или болезни а вы уполномочены богом отвергнуть необходимость болезни и исцелять больных даниил и во львином рву и апостол павел будучи укушен змеей чувствовал себя безопасности понимая власть который любовь имеет над всем все божьи творения движущиеся в гармонии науки безвредны неразрушимы и полезны осознание этой великой истины было источником силы для древних мудрецов это осознание служит основой для христианского исцеления и каждого кто им обладает делает способны следовать примеру Иисуса правильное сопротивление вместо того чтобы слепо и покорно подчиняться болезнь ее начальной или дальнейших стадиях молитвенно восстаньте против нее изгоняйте верование что вы можете почувствовать даже одну единственную боль которую невозможно было бы устранить силой разума и таким образом вы сможете предотвратить возникновение боли в вашем теле не существует никакого божьего закона который мог бы препятствовать достижению этого результата единственный выход молитвенно-мысленное противодействие всему что противостоит здоровью святости и гармонии человека образа божьего охраняйте вход сделать обратное аннулируйте заболевание измените напрямую противоположные верования больного стойте на стражу двери своего сознания и пропускайте только такие мысли проявления которых вы хотели бы видеть в вашем теле и вы будете управлять собой гармонично когда появляется причина которая как вы считаете вызывает болезнь будь то погода перенапряжение наследственность инфекция или несчастный случай исполняйте свои обязанности стражи и закройте дверь перед этими нездоровыми мыслями и страхами изгоните из смертного ума вредные заблуждения не допускайте их тогда тело не будет от них страдать боль или наслаждение проникая через ум и подобно часовому покинувшему свой пост мы пропускаем внедряющиеся верования забывая что с божьей помощью мы можем запретить ему войти сила духа разум властелин телесных чувств и способен победить болезнь грех и смерть пользуйтесь этим богом данной властью овладеть и вашим телом и управлять его ощущениями и функциями поднимитесь силе духа чтобы молитвенно противостоять всему что не сходно с добром бог создал человека способным на это и ничто не может отменить дарованное ему богом способности и силу аминь аминь и аминь подпишитесь на наш канал чтобы не пропускать новые видео для этого нажмите на кнопку подписаться под этим видео после того как вы нажали подписаться нажмите на колокольчик чтобы получать уведомления новых видео на электронную почту выберите получать все уведомления и нажмите кнопку сохранить спасибо за поддержку спасибо за просмотр! и Продолжение следует...